Банные процедуры в Самарском метро Дезинфекцию в подземке проводили всегда, но теперь стали делать это еще тщательнее Обрабатывают вагоны хлорамином, это антибактериальное вещество, рекомендованное Роспотребнадзором Сейчас, так как у нас идет коронавирус, мы в два раза больше добавляем хлорамина В Самарском метро курсирует 8 поездов, по 4 вагона в каждом На уборку одного поезда уходит больше двух часов из 120 граммов хлорамина Вещество разбавляют с водой и даже при таком незначительном соотношении уже при входе в вагон можно почувствовать его запах Уборка производится при каждом заходе подвижного состава в электродепо Кировское Утвержденные и рекомендованы средствами дезинфекции Роспотребнадзором Которые мы применяем для обработки состава внутрисалонного оборудования И после обработки состав выходит на линию Обрабатывают в метрополитании станции, причем каждые два часа Зоны ожидания, лавочки и валидаторы На входе на каждой станции у пассажиров проверяют наличие средств индивидуальной защиты Полторы тысячи человек за прошлый месяц маской не запаслись, их в метро не пустили Как правило, люди не препятствуют проверкам Доходят до ближайшей аптеки и возвращаются уже со средством индивидуальной защиты Уже вошло в такой, так скажем, в отлаженный ритм И все понимают, для чего это делается И, ну, я так сказал, самоотверженно люди выполняют свою работу для того, чтобы сохранить здоровье наших горожан Необходимо соблюдать масочный режим самарцы понимают Очень опасно и вообще что творится Надо обязательно ответственно относиться к этому Я вообще, как можно, даже женщины, люди вообще моего возраста ходят без маски Меня, например, лично вот это возмущает себя и ради других безопасности За нарушение масочного режима предусмотрена административная ответственность Как для физических, так и для юридических лиц Пассажирам за проезд без маски грозит штраф до 30 тысяч рублей Мария Левина, Сергей Баскин, События